Мы поговорим с вами, иншаллаху, сегодня. На сегодняшнем уроке и, иншаллаху, на следующем уроке, об одном хадисе, очень важном хадисе, который заключает в себе много пользы. Хадис, который передал имам Ахмад, рахмаллаху, а также имам Тирмизи. Хадис, который передан с подвижника пророка, который сообщил. Однажды утром задержался с выходом к нам посланник Аллаха для совершения утренней молитвы. Так что мы уже вот-вот чуть ли не увидели солнечный диск, верхушку солнечного диска. В версии которой имама Тирмизи сказано. Пока мы не увидели, задержался пророка, однажды утром с выходом на утренний намаз. Так что мы почти что не увидели само солнце уже. И вышел посланник Аллаха, саллаллаху, алейху асалям, быстро. Имеется ввиду икама. Была прочитана, произнесена икама для намаза. Это частица фа, она указывает на то, что это произошло сразу. Как только вышел пророка, алейху асалям, как только он показался, сразу стали произносить икам. И он совершил намаз и совершил его быстро. То есть это был легкий намаз, недолгий намаз. Коротко совершил пророка, алейху асалям. А когда он, алейху асалям, дал салям, то есть закончил намаз салямом, то он сказал, Оставайтесь в таком же положении, как вы, находитесь в ваших рядах. То есть не меняйте ваше положение. Пусть никто не выходит вперед, не уходит назад. Вот как вы сидели в намазе, так и сидите, не меняя положение. Так сказал пророка, алейху асалям, людям. Сумма акбала, алейху асалям, а потом повернулся к нам. Факал и сказал, Я расскажу вам, что меня задержало с выходом к вам сегодня утром. Поистине, я проснулся ночью, поднялся ночью и совершил то из намаза, что мне было предопределено. В версии в моем термине сказано, что прокари сарат у асалям сказал, я поднялся ночью для совершения намаза и совершил вуду. То есть сказано, что совершил вуду. И совершил то, что мне было предопределено из намаза. И я почувствовал, то есть обладела мною дремота в намазе. Так что из таскальт стало мне тяжело, то есть я заснул. То есть обладел мною сон. Сначала ну ас, почувствовал прокари сарат у асалям. Ну ас, ну ас это что? То, что предшествует сну, дремота. Почувствовал прокари сарат у асалям, дремоту. А потом сказано, истаскальт. Истаскальт, то есть мной овладел сон. Уснул. Посланник Аллаха, саллаху асалям. В другой версии, вот я оказался с моим господом. Аззаваджалля, велик он и могуч, или табаракатур, благословен он и возвышен. Фи ахсани сура. В самом лучшем образе. То есть, увидел Аллаха, субханава та'аля, во сне. Фи ахсани сура. Сказано в самом лучшем образе. И он сказал, то есть Аллах, субханава та'аля, о Мухаммад. Фи ма ихтасиму л-маляу л-а'ля. О чем спорят, или что обсуждают? Аль маляу л-а'ля. Высший сон. Высший сон имеется ввиду ангелы, или вернее приближенные ангелы. Мукарабун. Что они обсуждают? О чем они разговаривают? Культу ла адрии, рабби. Я сказал, я не знаю, Господь мой. Тогда он сказал, то есть Аллах повторил свой вопрос у Мухаммад, о чем спорят или что обсуждают? Высший сон. Он сказал, что обсуждают? что обсуждают аль малау ла аля высший сон культу ла адри рабби я сказал я не знаю мой господь и тогда я увидел говорить про колесора то сарам что он то есть аллах субханава тааля возложил к в руку свою кисть свою возложил мне между лопаток так что я почувствовал холод прохладу его пальцев у себя в груди вот это дали и кулющей воров ты открылась тогда мне все и я узнал пока ли я мухаммад и сказал он мне вновь о мухаммад фима яхтасы мульма лаву ла аля что обсуждает высший сон культу фель кафарат вода радят я ответил они обсуждают кафарат и от дарадят кафарат то есть искупительные деяния деяния искупающие грехи и дарадят степени до версии мама ахмада версии которая приводит мусульм рахима аллаху тааля аллах субханава тааля обратился к пророку салла в алей вассалям и сказано версии табаракова талия оказался своим господом табаракова таля благословен он и возвышен помянуто это и возвышен говорят ульама некоторые не случайно упомянул то про кори сарат у салям это качество табаракова талия благословен и возвышен чтобы то о чем здесь будет сказано люди понимали что речь идет о господи миров и понимали этот хадис соответственно величию аллах субханава тааля его могуществу сказал я мухаммад аллах обратился пропусал сарам о мухаммад я склада бейка рабби для бейка рабби здесь версии термиде добавлено что проксусом ответил как для бейка рабби для бейка то есть отвечаю отвечаю с покорностью на твой призыв ответ за ответом постоянно ляббейк это форма двойственного числа сидя баба да и дяба ответ за ответом то есть все время я отвечаю тебе о господь мой аллах спросил что обсуждает высший сон я сказал я одари рабби я не знаю мой господь и сказал это аллах трижды пропусал сым отвечал трижды то есть я увидел что он возложил кафу кисть свою бейна катифей между займела моими лопатками двумя так что я почувствовал прохладу его пальцев у себя между сосками и открылось мне все и я узнал другой версии и я узнал то что между востоком и западом так алия мухаммад и он сказал мне о мухаммад и я сказала бейка рабби я отвечаю тебе господь мой все время раз за разом фима яхтасим ульма лауля аля что обсуждает альма лауля аля высший сон и пророк сусырм уже знал ответ после того как аллах субхан талия возложил ему руку кисть свою на спину и открылась для него то что между небесами и землей сказан хадисе и он узнал узнал что узнал то есть узнал в том числе про калий сарату сарам о чем говорит высший сон открылась это про калий сарату сарам что до этого он не знал это указывает на что надо что проколи сарату сам не знает сокровенно он не знает аль-ваиб пророки посланники не знают сокровенного лишь то что открывает им аллах субхан аль-ваторя по своей милости из какого-то знания и когда аллах субхан аль-ваторю так возложил кисть ему между лопаток и узнал после этого аллах субхан аль-ваторя снова повторил свой вопрос что обсуждает высший сон и проксусом уже знал ответ и он сказал кафарат и отда родят кафара то есть искупительные деяния до родят степени об этом говорят ангелы тогда ласу она то рассказал аль-ваторка сарат а что это за искупительные деяния кафарат очищающие искупающие грехи и деяния культу я ответил говорить про калий сарату сара это знание которого субхан аль-ваторя ему внушил он ответил на кто на когда и ладжи муат переставление стоп при направлении пятничной молитве вальдю люс фильм а саджид бада салават и сидение в мечетях после намазов ва изба вулгу аль-карий от и совершение полное совершение вуду как положено аль-карий от когда несмотря на наличие чего-то неприятно в другой версии сказано мащур а куда илья джама от следование стоп к если там сказано пятничной молитве то здесь сказано коллективной молитве для совершения коллективной молитвы джама то то есть они указывают и на джума и на джама направление как для совершения мечеть как для совершения намаза пятничного так и для совершения джама то коллективного пятикратного намаза вальдю люс фильма саджид бада салават и сидение в мечетях после намазов анти ларус саля бада саля в другой версии интеллару салят и бада саля ожидание намаза после намаза смотрите сидение мечети после намаза другая версия на что там есть дополнительно знание ожидания намаза после намаза вайсбабуль вуду фильма круга от и совершение полное как положено вуду малого мовения фильма круга от при наличии каких-то неприятностей несмотря на какие-то неприятностей кальва надо радят этим аллах субхану это рассказал а что это за степени то есть и дорожат степени которые обсуждают ангелы культу я ответил говорить правосу сара это амута ам варену калам вас саляту анна с уния это кормление едой и мягкость в речах и намаз намаз ночью когда люди спят аль саль сказал тогда аллах россии теперь проси и я сказал и тут проксусом произнес молитву произнес мольбу дуа которую внушил ему всевышний аллах великую мольбу очень важно и я сказал аллахумма ин ясалука фиалал хайрат ватаркал мункарат ва хуббал масакин ван тагфирали ватархамани ва и за ратта фит на танфии каум фата вафа не гайра мафтун вас алюка хуббак ва хуббами юхиббук ва хубба амали юкаррибы ла хуббит ва аллах я прошу у тебя совершения благодеяний благого и оставление порицаемого ну кара чтобы ты позволил мне оставить порицаемого ва хуббал масакин и прошу тебя любви к беднякам то есть чтобы не была внушена любовь к беднякам ван тагфирали ватархамани чтобы ты простил меня и помиловал вайзаратта фитна танфии кауми фата вафа не гайра мафтун а если ты пожелаешь фитны какого-то искушения заблуждения наказания для некого народа для некой группы джама а то то меня упокой не подвергшимся этой фитне этому искушению то есть это обращение к вам с просьбой о хорошем благом конце чтобы не свернуть с прямого пути не впасть не впасть в фитна в заблуждение вас алюка хуббак и я прошу у тебя твоей любви это можно понять двояка хуббак то есть любви к тебе прошу чтобы у меня была любовь к тебе можно понять как любви твоей ко мне оба смысла включает себя это предложение ва хуббан а ю хиббок и любви к тем кто любит тебя чтобы у меня была любовь к тем которые любят тебя или те которые любят тебя любили меня твои праведные рабы ва хубба амалию карли бы ля хуббак и прошу у тебя любви к деяниям которые приближают меня к твоей любви вакаля расулу на сану аллаху алию салям и сказал посланник аллах аллаху салам то есть после этого и на поистине это истина то есть это сновидение это сновидение это об это истина фадру сула вата аль-даму а поэтому у дру сула выучите наизусть эту мольбу вот и аль-даму а и изучите смысл этой мольбы наизусть вы выучите саму мольбу ее слова и изучите смыслы что она означает ну вот термизи рахмала таро он приведя этот хадис сказал хасан сахи хадис хасан сахи когда термизи говорит хасан сахи хороший достоверно дозначает что он считает этот хадис достоверны и он достоверным и он говорит и я спросил мухаммада бнус маяль аль-бухари об этом ходите и он сказал надо ходить хасан сахи и он сказал то хадис хороший и достоверный имам и ван-раджер рахмала тааля он говорит что этот хадис он имеет многочисленные несколько да много пути и передачи в некоторых версиях этого хадиса есть какие-то добавления которых нет других версиях он говорит в некоторых версиях этого хадиса который приводится махмада у термизи там сказано мощью оля лак даме для джама от следования на ногами то есть стопами следования джама ату то есть совершение коррективных намазов вместо джума от вместо пятничного намаза также есть говорит он добавление в одной из версий поступок пророк али саратусы рам упомянул про кафарат то есть искупающие деяния там сказано манса ля зари кто сделает это аша бихаешь вам от бихайр вакана мин халты я текая ум его ли дату тот кто сделает это то есть деяние искупающие грехи этот будет жить во благе и умрет во благе а в отношении своих грехов будет как в тот день или таким как в тот день когда родила его мать то есть это великие деяния сообщение которых подарена нам с вами милостью аллах субхану вата аля в этом великом хадисе поэтому тот хадис достоин того чтобы его изучить и выполнять и говорит также в нураджаб что версии одной из версий там где сказано дородят то есть степенях там что было сказано ли 0 калам да то есть мягкость в речах в некоторых версиях сказано вместо этого и шаус сара распространение сарама вместо ли 0 калам вместо мягкости в речах на самом деле распространяется роману входит что понятие реверка нам мягкость и доброта в речах в некоторых версиях гадина раджаб там сказано фарим тума фисси майон арты я узнал то что на небесах и земле т.к. в этот момент открыл ему проколи сарату сара а потом проксу сыром сказав это прочел лакезали кануле и браэйм и марекут ассомавативаль ар 2-го ли конами на муки не и вот так мы показали ибраиму царства небес и земли чтобы был он из убежденных то есть как ибраим малей сара лосу кануля показал царство небес и земли чтобы был убежденный так в этот момент проколи сара Открылось это. Мы с вами часто говорим о том, что пророк Алисарат Уссалам, поскольку это лучший из всех пророков и посланников, то всякое чудо, всякое великое знамение, которое было присуще кому-то из пророков и отличало его от других пророков, оно было также даровано нашему пророку Салаллаху Арию Салям и даже что в более высокой степени. Вот любое, взять любое, что было даровано кому-то из пророков, у пророк Алисарат Уссалам непременно было такое, что чудо даровано ему, такое знамение было даровано ему. Причем даже что в более выраженной воле великой степени. Кто-то скажет, оживление мертвых было дано Алисарат Уссалам. Было ли это у пророка Алисарат Уссалам? Мы скажем, было то, что выше этого. Алисарат Уссалам с позволения Аллаху Алисарат Уссалам оживлял людей, то есть тех, которые когда-то были живы. Он оживлял их. То есть это повторение их жизни, возвращение их к тому, что было. Но для пророка Алисарат Уссалам Аллах Оживлял вообще безжизненный предмет. Вспомните тот пень, который плакал, стонал, тоской пророка Алисарат Уссалам, пока пророка Алисарат Уссалам его не погладил, не успокоил. Он перестал потом плакать. И оживление мертвых, то, что воскрешались мертвые, оживали мертвые, это было у последователей пророка Алисарат Уссалам. Переданы такие факты среди последователей пророка Алисарат Уссара. В некоторых версиях добавление есть к дуа, сказанного Тату Ба Алей, говорит Ибн Раджаб. В некоторых версиях это все Ибн Раджаб говорит о версиях, потому что это важно. А эти версии, они нам позволяют, что собрать поедино все выводы из этого хадиса. Исбагу львулу фиссабрат. Совершение вуду, как положено, фиссабрат. При холоде. Когда холодно, когда бывает утренний холод. В некоторых версиях, говорит Ибн Раджаб, В некоторых версиях сказано, Мухаммад, когда совершаешь намаз, говори у Аллах, я прошу у тебя совершение, хайрат, благовое оставление, мункерат, порицаемого. Эта версия подчеркивает, что да, это дуа, человек может произносить всегда, это великая дуа, но и указывается на то, что это дуа, из тех дуа, из тех молитв, которые произносятся во время совершения намаза. Это важно. Мы с вами во многом будем основываться на шархе, на разъяснении этого хадиса, который дал имам Ибн Раджаб, рахмаллаху тааля, известный имам, знаток религии сунны, Абдоррахман 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 Абдоррахмад Багдади, потому что он родился в Багдади, Сунна Димашки, а потом он стал Димашки, потому что он приехал в Дамаск, в Сирию, Дамаск, в Шам. Абуль Фарад, его куния, известен как Ибн Раджаб, известен как ибо на радио родился этот имам в магдаде 736 году и диры затем вместе своим отцом он приехал в дамаск димашк и там он учился у крупных ученых которые были дамаске сам он происходил из семьи знающих людей обладателей религиозного знания глубокого и он преуспел во многих науках религиозных науках в различных он и слушал хадисы пель изучал на руку одесс он был ученым фикси ученым фикси то есть в различных областях его собрание то есть уроки которым проводил собрание знания были такие собрания которые оживляли сердца людей они были благословенными полезными собраниями люди собирались слушали его и сердца склонялись к нему любя его по милости аллах субханава тааля он получал знания получил много знаний из уст людей он путешествовал поисков знания обошел страны для получения знания из его шейхов из его шейхов это имам дима дюрия рахмаллау тааля умер рахмаллау тааля в 795 году вечер и проведя всю свою жизнь получение распространения знания в составлении работ трудов по религии в преподавании религии посвятив свою жизнь защите сунни пророка со сунной пророка салла валию салям правильного мангаджа правильного пути пути салифу салих правильно предшественников давайте поговорим о тех выводах которые заключают себе этот хадис какие тут фукмы какие познания есть в этом одессе в общем если говорить про колеса рату салам здесь разъясняет в этом одессе некоторые из тех вещей которым обучил его его господь субханава тааля касающиеся правильных праведных деяния ламара салиха которые очищают человека от грехов и которые повышают степень человека одессе перед над кого от мазом нуджа были рады аллах таран сказано что просто сон задержался с выходом на утренние намаз да так что почти что они уже увидели солнце то есть пулющем с восход солнца был уже близок и вышла просто салам быстро и сразу была прочтена и хама то есть сразу сказано фами с вами говорили да сразу было прочтена и хама для чего все это было сделано просто сам сказал совершенно нас быстро чтобы успеть совершить намаз до восхода солнца до окончания его времени проксусом совершил его кратко то есть не так как это делал обычной потом что когда дал салам прям людям сразу сказал обратился к ним голосом громким сказал им что оставайтесь в этом положении в каком вы находитесь и потом повернулся к ним и объяснил им причину объяснил им причину что его задержала это хадис меня содержится указание на то что пророк али саратову сарам не было обыкновением его задерживаться с утренним намазом до вот этого времени близко которая близко к восходу солнца не было этого обыкновением напротив обыкновением прокалей саратову сара было совершение намаза начинать намаз или волос что такое волос то есть когда еще темно когда еще темно когда только родилась утренняя заря показалось утренняя заря еще темно еще люди не узнают друг друга вот в это время было обыкновением начинать совершение утреннего намаза у пророка салла валию салям до утренном а совершал прокалей саратусом обычно как долго-подолгу 60 аятов до 100 аятов поэтому когда заканчивался намаз то уже светало так начинал обыкновение прокурсусом было начинать намаз когда или волос то есть когда еще было темно и иногда когда уже что распространялся свет распространялся рассвет по земле иногда просто совершал в это время но отодвигать намаз до времени перед восходом солнца близкого к восходу солнца это никак не было из обычаев из обыкновений пророка ли саратов сарм вот поэтому проксусом здесь что и извиняется и объясняет сподвижником причину почему он задержался то есть это было что-то обычное проксусом соответственно не объяснял бы причина здесь он им упомянул узор объяснил причину почему задержался и так этот вывод первый что это не было бы крайне прокалей саратов сара вот это вот задержка с намазом до того как уже совсем совсем станет светло и вот-вот выйдет сейчас появится уже солнце говорят многие улама что вообще это нельзя если нет уважительной причины у человека что это что-то вроде вахту барура то есть время вынужденности как бывает у намаза расов предвечерней маритва ассар бывает время какое время когда человек ихтияр это время когда может выбирать вначале совершить там или середине в конце то есть время ихтияра бывает время барура время вынужденности уже после того как солнце пожелтеть вот так вот говорить с рулем а тоже вот так откладывать время откладывать совершили три намаза когда уже совсем совсем станет светло это что это неправильно это только если какая-то уважительная причина есть это время барура это время вынужденности и мама ахмад он говорит об этом говорит он азия салату муфарлет это намаз пренебрегающего беспечного муфарлет от которого принято того который пренебрежительно относится к намазу так это первое второе вот из этого хадиса здесь указание на то что если человек откладывает вот так вот так получилось до уважительной причине или и защитить еще из-за чего-то прокс человек отложил намаз да вот об окончании почти во времени вот уже скоро возрастает солнца и человек боится что если он будет совершать намаз долгим что взойдет солнце во время совершения намаза то тогда он совершает намаз кратко чтобы совершить его полностью во время на это указывает хадис ясно или нет то есть если человек так получилось у него из-за уважительной причины еще из-за чего-то отложил совершению три намаза до вот этого времени когда уже скоро взойдет солнце то тогда он не удлиняет свой намаз не делает его долгим а как совершают его покороче чтобы уложиться в это время до восхода солнца хорошо а как тогда слова в окрасе диха рады аллаху таран однажды когда он читал долго куран в намазе фаджер читал соль бакара так что когда он закончил люди сказали ты так долго читал что вот-вот уже чуть-чуть было не взошло солнце что на это ответила бакара для латара он сказал если бы она взошло то она не нашло бы нас беспечными солнце бы за что не нашло бы нас состояние беспечности мы это время молились как тогда понять это этот асаж если мы говорим что если человек он боится что зайдет солнце на нас совершает поздно тогда что делать покороче ответ на этот вопрос простой на самом деле абу бакара дала таран он же не специально вот так вот умышленно протягивал откладывал до восхода солнца правильно не откладывал специально до восхода солнца и не удлинял специально чтобы солнце взошло когда он совершает намаз бакар начал намаз когда еще был то есть когда было еще темно что еще в по тьмах утренних просто долго читал и что возможно что просто он так погрузился в это чтение такое было у него хушу такое смирение такая погруженность вот это вот чтение курана в намаз что даже если бы так получилось что не заметил он да и взошло бы солнце то в этом не было бы беды почему потому что он не сделал это специально и это указывает на то что значит абу бакар считал это правильно что если во время совершения человеком намаза восходит солнце то тогда его намаз будет действительным если он уже совершил один ракат потому что это хадис проколи саратов сара что если человек совершил один ракат утреннего намаза до восхода солнца до того как начался восход солнца то он должен добавить к этому сумму ракату 2 ракаты намаз его будет действительно так 2 вот ясен иншаллах 3 вывод из этого хадиса баракалуфикум хадис муаза здесь довод на то что если человек увидел какой-то сон который порадовал его то он рассказывает его своим товарищам своим друзьям своим братьям которые любят его как это сделал проколи саратов сам рассказал своим сподвижникам возлюбленным рассказал им то сновидение которое он увидел особенно если это сновидение содержит в себе какое-то благовествование какую-то благую весть для этих людей кому он рассказывает и если в этом сновидении содержится какое-то полезное знание для не как вот случай с проком али саратов сарам передается что проколи саратов сам посту как совершал утренний намаз обращался к сподвижникам с вопросом кто из вас этой ночью видел какое-то сновидение спрашивал их порок али саратов сара так хадис маза указывать на то что если человек видел какое-то радостное сновидение с благовествием каким-то то рассказать это близким людям братьям которые любят его это соответствует сунья пророка алей саратов ассалям дальше хадис указывать на то что если человек при совершении тагаджуда при совершении ночного намаза ночью когда встал молиться до дополнительно на совершать ночной и произошло так что овладела им дремота и потом что он сам не заметил как погрузился в сон овладел им сон ночью и он увидел какой-то сон который порадовал его то это следует расценивать как бушра как благая весть как благая весть от аллаху она вот а дальше этот хадис указывает на достоинство посланник аллах ассаллаху алейху салям на то что аллах субханава тааля предпочел его даровав ему знания того что небесах и на земле открыв ему в этот момент так что он узнал алей саратов ассалям узнал что обсуждают приближенные ангелы на ляля указывает на достоинство проколи саратов а на то что аллах вот так предпочел и открылась ему в это время то что в небесах то что сказано между востоком и западом и он узнал о чем говорят высшие ангелы наподобие того как ибра ему алей сарам было показано царство небес и земли следующий вот из этого адиса здесь сказано некоторые вещи которые относятся к ибо относятся к сокровенному касающиеся аллах субханава тааля и атрибутов аллах субханава тааля сказано что увидел он своего господа во сне и сказано что господь его спросил что обсуждает сейчас высший сон он не знал аллах субханава тааля повторил свой вопрос несколько раз почему вопрос аллах субханава тааля несколько раз я не знаю господь не что обсуждает высший сон я не знаю господь что обсуждать высший сон я не знаю рабби я не знаю газ почему аллах субханава тааля так три раза спрашивал про кори саратусом и тот трижды отвечал что не знает для чего это чтобы показать Важность того, что сейчас будет поведано открыто Пророку Али Саратусу. Поэтому вопрос трижды. Мы должны взять отсюда тоже для себя, как призывающий к Аллаху, как преподаватели, как учителя, взять вот этот метод. То есть, если ты хочешь подчеркнуть важность чего-то, спроси об этом людей, они скажут, не знаю, еще раз спроси, еще раз спроси. Это покажет людям важность этой вещи, и это закрепит потом в их памяти то, что им будет сообщено. То есть, очень важно к приему передачи знания. Итак, возвращаемся к нашему выводу. Пророк Али Саратусан здесь рассказывает некоторые вещи, касающиеся Аллаха, что он увидел Аллах, сказано в лучшем образе. Сказано, возложил, после вопроса возложил, что кисть мне между лопатками, так что я почувствовал холод пальцев его между своими сосками, себя в груди. Мы должны с вами знать, что это описание пророка Марии Саратусан, которое он дал здесь в отношении своего Господа. Правило здесь действует такое же, как всегда, в этом случае. Всякое описание пророкам Саратусан, своего Господа, его атрибутов, это есть истина, это есть правда. Мы должны в это верить, безоговорочно принимать это и подтверждать это. То, как описал себя Всевышний Аллах в своем писании, то, как описал его пророк Саратусан в своей сунне, это истина. Мы должны принимать это безоговорочно, без отрицания, без искажения, эстрактования какого-то, без уподобления темсиль, без уподобления атрибутов Аллах, атрибутам творений. И без чего? Не допускать, что? Такив. То есть, предание какого-то определенного образа этому. То есть, не представлять себе это, не описывать это как-то, каким-то образом. Понятно или нет? Без таких. Итак, без чего? Без отрицания, без искажения, без уподобления. И без чего? Без таких. Без вопроса «как». Абин-Ураджаб говорит, если для кого-то понимание чего-то из этих вещей непонятно, а если у него возникает путаница, неясность, то пусть он скажет так, как говорят те, кого похвалил Аллах в своем писании. Люди твердые в знании. Когда бывает мутащабик, что-то неясное для них в текстах Курана и Сунны, что они говорят, Аллах описывает их и хвалит их за это, они говорят «Аманн-наби куллю мин инди раббина». Мы уверовали в это, все это от нашего Господа. Мы уверовали в это, все это от нашего Господа. Поэтому что-то тебе неясно. Ты скажи «уверовали в это». Все. Все это от нашего Господа. Или, как сказал пророк Алисарату Салам, «Вамаджаил тумину факилю виля алими». Если что-то вы не знаете из Курана, что-то не понимаете, факилю виля алими, то припоручите это тому человеку, который знает. Спросите у него. Понятно или нет? Не знаешь? Спроси у того, кого знаешь. Припоручи тому, кто знает. Или, если это касается образов, атрибутов Аллах Субхан-Субхан-Субхан, кто-то вообще знает только Аллах Субхан-Субхан-Субхан, припоручи это знание тогда Аллах Субхан-Субхан-Субхан-Субхан-Субхан. Смысл атрибута нам понятен, а образ, конечно, что нам не ясен. Припоручи Аллах Субхан-Субхан-Субхан-Субхан-Субхан-Субхан. Это то, чему научил нас Проколей Сарату, в отношении Курана. То, что вам неизвестно из Курана, то, что вы не знаете, то это припоручите тому, кто знает, знающему это. И нельзя брать на себя разговоры, какие-то разглагольственные вещи, в отношении которых у тебя нет знания, потому что это чревато гибелью. Не возлагай в себя рассуждения о вещах, о которых у тебя нет ильма, потому что это чревато гибелью. Вы знаете, этот Ассар ибн Аббас, арабы Аллаху Тарану, что при нем в его собрании было упомянуто что-то из хадисов, касающихся атрибутов Аллаха Субхан-Субхан. Как в этом хадисе упомянуто что-то касающееся атрибутов Аллаха Субхан-Субхану Тааля. При ибн Аббасе, в его маджрисе, в его собрании что-то было упомянуто из таких хадисов, касающихся суйфатов Аллаха, атрибутов Аллаха Субхан-Субхану Тааля. И передернуло какого-то человека, присутствующего-то. Это дрожь прошла у него, какая-то потела. То есть, как это так, об Аллахе такое говорить, что это такое? То есть его передернуло из-за некого порицания. Он нашел это странным, нашел это порицаемым, эти слова. Ибн Аббас, что он это сказал? Ну, афараку Аллах. Что с этими людьми? Что с этими людьми? В чем их проблема? В чем их страх? И когда слышат что-то, касающееся мухкам, то есть ясных аятов, то тогда у них, да, мы можем увидеть у них мягкость сердец, говорит Ибн Аббас. Но когда мутащабик, что-то неясное из шариатских текстов, то тогда они тут, они что, приходит их гибель, гибнут при этом. Просто принимай все, как сказал Аллах, как сказал Пасаник Аллаху, саллаху в саляму. Это очень важная слава Ибн Аббаса. В чем проблема этих людей? Что тебя передергивает, когда ты слышишь об атрибутах Аллах, субханного таа'ля? Скажи, услышал, уверовал, принял, так как это подобает Аллаху, субханного таа'ля, этот атрибут. Как ему это присуще в соответствии с его величием? Неподобно это атрибутам творений? Чего тебя передергивает? В чем проблема? Ибн Аббас говорит, когда мухкам что-то ясное для них, да, тут они принимают это, смягчают их сердца, а как мутащабе что-то для них не ясное, то тут они гибнут при этом. Каждый раз, когда верующие слышат что-то из подобных вещей, они что должны говорить? Они говорят, это то, что сообщил нам Аллах и его посланник, и правду изрек Аллах и его посланник. И добавляет им, верующим, это только имана, вот аслима, добавляет им только веры и покорность. Верующий, когда слышал какой-то хадис, какой-то аят, касающийся атрибута волосов, он для этого увеличивает в нем иман, увеличивает покорность, в отличие от заблудших, которых передергивают. Это очень важный вопрос, важный вывод. Если как-то писать про халисарату сарам, атрибуты своего Господа называет их. Наша обязанность принять, уверовать, безоговорочно, без чего, без уподобления, без отрицания, без искажения, без вопроса, как, каким образом. Из выводов этого хадиса, сейчас мы с вами поговорим об этом тонком вопросе, иншаллаху-та'аля. Из полезных выводов, касающихся этого хадиса, что. Как вы знаете, Аллах, субханава-та'аля, его увидят верующие своими глазами, взорами своими, увидят его в вечной жизни, вахера. Увидят его в судный день, увидят его в раю, это будет лицезрение, наслаждение, это будет в буквальном смысле лицезрение, лицезрение глазами, как на то указывают шариатские тексты. Но в этом мире никто не может увидеть Аллаха, субханава-та'аля, воочию, глазами. В этом мире это невозможно. Но, возможно, рупья, то есть сновидение, в котором человек видит Аллаха, субханава-та'аля, в котором раб видит Аллах, субханава-та'аля, во сне. Во сне это не лицезрение глазами, потому что, когда человек спит, его глаза, соответственно, что? Ничего не видят. Глаза спят, все остальное спит, правильно? Поэтому лицезрение, видение Аллаха, субханава-та'аля, во сне, это не как видение Аллаха, субханава-та'аля, наяву. Наяву никто в этом мире Аллаха, субханава-та'аля, увидеть не может и не мог никогда, и не увидит. О чем говорит пророк Али Саратуса? Вы не увидите вашего Господа, пока не умрете. Но во сне это возможно. Во сне это возможно. Человек видит, конечно же, не самого Аллаха, субханава-та'аля. Но ему показывается что-то, что не подобно Аллаху, субханава-та'аля. Что-то, какие-то образы показываются, может, ему. Но это лишь образы. Так что человек понимает, что он видит своего Господа. И что-то ему говорится во сне. Но то, что он видит, это не Аллах, субханава-та'аля. Он видит некий образ, дающий ему понять, что он видит во сне Аллаха, субханава-та'аля. Понятно или нет? Но то, что он видит, само это, это не сам Аллах, субханава-та'аля. Это тонкий момент очень. Говорят улема. Во сне вещи, которые нематериальны, или которые не имеют форму, человек может увидеть их в неком образе. Верно? Кто-то из братьев рассказывал, что долго болел, вот потом он увидел во сне, как какое-то что-то черное вышло из него, или черный червяк какой-то вышел, или что-то. И так он понял, что это черный червяк, это его болезнь. И действительно в скором времени, помилостей Аллах, субханава-та'аля, он исцелился. Болезнь вещь нематериальная, не видная, не имеющая какую-то форму. Правильно? Во сне человек может увидеть вещь, которая не имеет какой-то формы, увидеть ее в какой-то форме. Правильно? Эта вещь подобна той вещи? Нет, не подобна. Но просто дает понять человеку, о чем его сновидение. Правильно или нет? Или вещь, которая имеет какую-то форму. Во сне человек может увидеть ее в иной форме вообще, не подобной этой форме. Он понимает, что во сне он видел это. Понятно или нет? Сон – это другое. Поэтому это не видение самого Аллаха, конечно. Но показывается некий образ так, что человек понимает, что он во сне видел Аллаха. Кур'ан и Сунна, они указывают на то, что верующие увидят своего Господа в раю. Это постулат, это догма, незыблемая акиды, убеждений, ахля Суна вальджама. На это указывают Кур'ан и Сунна. И в отношении этого единодушны, иджма, единодушны были сподвижники, таби'ины и ученые единодушны. На это указывает Кур'ан. Аллах, субханного тааля, говорит, «Вудюгу, евма идин наазира, иля раббиха наазира, лица в тот день наазира, прекрасные, сияющие, радостные, иля раббиха наазира, на Господа своего взирающие, и лица взирающие. На лицах что есть, что взирает? Глаза». То есть это лицезрение Аллаха, субханного тааля, воочию вечной жизни. Аяты, суры какой? Киама, да? Баракалуфи. «Калла иннахум арраббихим, евма идин ламахджубун». Дальше Аллах, субханного тааля, говорит, «Сульму тапфифин, но нет, они от Господа своего в тот день будут отделены завесой». Имама Шафи говорит, «Если они неверующие, находящиеся под гневом Аллаха, будут отделены от Него завесой, это будет наказание для них, то стало быть угодники Аллаха, находящиеся под довольством Аллаха, субханного тааля, они будут лицезреть Его». Этот аят указывает на лицезрение. Еще, еще доводы из Кур'ана. «Аллах, субханного тааля, говорит, «Лиллязина ахсану аль-хусна вазияда». «А тем, которые благодели, для них будет аль-хусна». Наилучшее и добавление, добавка. Наилучшее это что? Это льденна, это рай. «Насарулам и фабли, просим Аллах, субханного тааля, щедрот Его». У Азияда добавление это что? Это лицезрение Рика Всевышнего Аллаха. И об этом сказал Проколи Саратусырам. Такое толкование этого я-то дал сам посланник Аллаха, саламу али-хусаляму. Он сказал, что когда обитатели рая войдут в рай, скажет им, «Аллах, благословен Он возвышен, «Хотите ли вы?» Скажет он обитателям рая, чтобы я добавил вам что-то, они ответят, «О, Господь наш, разве ты не обелил наши лица? Разве ты не вел нас в рай? Разве ты не спас нас от ада?» И тогда сказано, Аллах откроет свою завесу в хиджаб, завеса будет убрана. И сказано, «И не будет им дано ничего более любимого, желанного для них, чем лицезрение их Господа». И потом прочел, прав саламу аят, «Лиллядзина ахсану хусна вазияда», «Тем, которые благодели, для них будет аль-хусна наилучший, для них будет зияда», для них будет добавка, то есть лицезрение Аллаха, субханного тааля. Анауи, рахм, Аллаху тааля, он говорит, когда мы с вами проходили, с их муслимами упоминали с вами эти слова, Анауи, Аллаху тааля, он говорит, «Знает, что это маззапа аль-хусна валь-джамаа, всех аль-хусна валь-джамаа, всех, кто относится к аль-хусна валь-джамаа, люди, они утверждают видение Аллаха, субханного тааля, что это будет вахира, что верующие увидят своего Господа, в отличие от кафиров, в отличие от неверующих». И группа из аль-хусна, из последователей ереси нововведений, такие как мутазириты, хариджииты, там некоторые мурджииты, они говорят, что никто не увидит из творения Аллаха, субханного тааля, то есть в вечной жизни тоже не увидят, что это вообще невозможно с точки зрения разума, говорят они, что это абсурдно с точки зрения разума. А это то, что они считают, говорит Анауи, это безусловная ошибка, очевидная ошибка, и это отвратительное невежество, множество доводов Курана и Сунны, а также иджма, единодушия сподвижников, и те, которые после них был из предшественников этой уммы, указывает все это на лицезрение Аллаха, субханного тааля, верующими в вечной жизни, и это передано от пророка, алей сарату, салам, двадцатью сподвижников, двадцать сподвижников, передали сообщение об этом, от пророка, алей сарату, салам, а также свидетельствует об этом известный аят из Курана, говорит Анауи, рахмаллаху тааля. Что касается видения Аллаха, субханного тааля, глазами в этом мире, то это что? Да, это невозможно, в отличие от вечной жизни. Там, да, там это в отношении верующих подтверждается, а в отношении этого мира, что мы скажем? Лицезрение Аллаха, субханного тааля, невозможно, поэтому, пророка, сарату, салам, в хадисе, предостерегая, от даджаля, предостерегая, от даджаля, он сказал, что, вы знаете, что никто из вас не увидит своего Господа, пока не умрет. Это даст верующему понять, что даджаля, это кто? Лжец, что он никакой не Аллах, потому что он скажет, что он Господь. И невежды поверят. Но верующий человек, у которого есть знания, он знает, что нельзя увидеть Аллаха, субханного тааля, в этом мире. Как важно изучать хадисы, как важно изучать сунну. Вы знаете, говорит, что никто из вас не увидит своего Господа, пока не умрет. А этот, то есть даджаля, у него будет написано, на лбу, между глазами, будет написано каф, фа, ра. Три буквы. Каф, фа и ра. То есть кафир. Сможет прочесть это всякий человек верующий. Всякий, кому не нравится, не будут нравиться деяния этого даджаля. Через саму-таймир, рахмалу таалю, он говорит, имамы мусульман, они единодушны в том, что никто не увидит воочию, глазами своими Аллаха, субханного тааля, в этом мире. Есть только там небольшое разногласие, обсуждение этого вопроса в отношении пророка Али-Саратов. То есть никто вообще не видит, он не увидел и не увидит Аллаха в этом мире глазами. Есть только что некое обсуждение этого вопроса, только применительно к кому? Пророка Али-Саратов. Но, конечно, основная часть ученых, они говорят, что и пророк Али-Саратов тоже не видел Аллаха, субханного тааля, при жизни этого невозможного в отношении пророка Али-Саратов. И на это указывают сообщения от самого пророка Али-Саратов из подвижников и имамов мусульман. И так это невозможное в отношении что? Пророка Али-Саратов тоже в этом мире. То, чего придерживаются предшественники, на что указывают шариатские тексты, что Аллах, субханного тааля, никто не увидит, и Аллаха не может видеть в этом мире как воочию как состояние бодрства. Да, никто не может увидеть состояние бодрства. Наяву никто не может видеть. Себю Самин хорошо об этом говорит в Шах-Люмна-Ту-Ли-Ати-Каат, разъяснение Люмна-Ту-Ли-Ати-Каат, там сказано Люмна-Ту-Ли-Ати-Каат, кого это не имеет. Руссов, если пел, то не пел так сразу Бисмилля. Бисмилля относил потом, отодвигал сосуд Алхамду-Ли-Ля. Бисмилля. Алхамду-Ли-Ля. Так, три раза несколько раз. Чертное количество раз. Ибн Кудама, да, разъясняю его книгу Шибну Самин Рахмалла-Ла-Та-Алла. Он говорит такие слова, что видение человеком своего Господа в этом мире это невозможно. Почему? Смотрите. Из-за несовершенства жизни человека в этом мире. То есть, в этом мире наша жизнь с вами, наши тела, наше зрение в том числе несовершенны. Поэтому мы не в состоянии увидеть Аллах. Поэтому Муса Алейсалам, когда он обратился к Аллаху с вопросом, с просьбой, какой? Рабби Арини Анзур Илейку Господь мой, покажи мне себя, чтобы я взглянул на тебя. Какой ответ последовал от Господа? Лянтарани ты не увидишь меня. Но посмотри на гору. Если гора устоит на своем месте, тогда ты увидишь меня. Но когда Аллах открылся горе, причем хиджаб был приоткрыт, сказано, что на чуть-чуть совсем, там на может быть ушко иглы, или там на размер может быть кончика пальца, чуть-чуть был приоткрыт хиджаб, для горы, и гора рухнула, огромная гора рассыпалась, превратилась в прах. Но что касается видения в вечном мире, говорится Мусамин, то это действительно будет с позволением Аллаха непременно. И это иджма, это едино душа предшественника, на это указывает Куран и Сунна. В Куране это слова, называет он слова, как лица в тот день сияющие, и радостные господа собирающие. В Сунне говорит он это, в частности, довод из Суны, дуа пророка Али Саратусом. Я прошу у тебя наслаждения взгляда на твой лик. Это дуа, которую он научил пророк Али Саратусом. Прошу у тебя наслаждения взгляда на лик твой иля ваджик. Это часть хадиса достоверного. В отношении этого нет разногласий среди Али Суна ваджяма. Единственное, что передают от Ибн Аббаса в отношении пророка Али Сарату Ассалам, то есть, что в этом мире никто не увидит Аллах Али Саратусом. Родового ученого наяву. Все единодушны в этом. Единственное, что передают, что якобы Лейля Тульмиарач вновь вознесение пророка Али Сарату Ассалам, якобы от Ибн Аббаса передано, что именно пророка Али Саратусом он видел Аллах Али Саратусом. На самом деле, если рассмотреть даже слова Ибн Аббаса его Ассары, сверить их друг с другом, можно прийти к выводу, что Ибн Аббас тоже не считал, что пророка Али Саратусом видел Аллаха, что он имел в виду видение чего? Видение сердца. Сердцем видел своего Господа. Пророка Али Саратусом в ночь восхождения небеса, а не взором. И это подтверждается Ассарами и хадисами от пророка Али Саратусом. Правильно, что пророка Али Саратусом что видел? Он видел свет. Свет чего? Хиджаба. То есть завесы. Свет завесы, который отделяет человека от возможности увидеть Аллаха Субханава Тааля. Это передает Муслим в хадисе Абузарра, что он говорит «Я спросил пророка Али Саратусом о том, видел ли он своего Господа? И что ответил пророка Али Саратусом? Айту Нура! Я видел свет». То есть не сказал «И видел Аллаха, а я сказал «И видел свет». Также в Саги Муслим передается тоже Абузарра, что он говорит «Я спросил пророка Али Саратусом» «И видел ли ты своего Господа?» Он ответил «Нурун Анна Ара!» «Свет я видел». «Как я могу видеть его самого?» Свет. То есть свет чего? «Хиджаба». «Как я могу видеть его самого?» Кто-то скажет «Но почему вы и так истолковались, что речь идет о свете хиджаба?» Хиджаб, то есть завеса, которая отделяет человека возможностью видеть Аллах Субхану Аватара. На это указывает хадис пророка Али Саратусом. Пророк Саусом говорит «Инн Аллаха Аззаваджаля ла янам ва ла янбаги ла ху айянам» «Поистине Аллах он не спит и не подобает ему спать, не пристало ему спать». И потом сказано в продолжении этого хадиса «Хиджабу-ху нур» «Завеса его свет» «Ла укашафа-ху ла ахракат субхату ваджи-хи мантага-илей басурумин хальки» «Если бы приоткрыл ее, то сожгло бы сияние великолепия лика его все, чего достигает взор его и створения, чего достигает взор Аллаха? Всего! Все сгорело бы, если бы Аллах субхану тааля приоткрыл бы свой хиджаб в завесу и свету». Но в отношении видений так мы договорились с вами верующие увидят Аллах субхану непременно где? Аллах субхану в вечной жизни увидят как увидят? Воочию глазами так во сне или наяву? Наяву, потому что в вечном мире нет сна в этом мире никто в том числе про колесора не видел и не может увидеть Аллах субхану ва-тааля как? Глазами да? Глазами видением глаз наяву остается вопрос чего? Видение Аллах субхану ва-тааля во сне может ли это быть или нет? Сафарини он говорит что да есть разногласия по поводу возможности видеть Аллах субхану ва-тааля во сне но истинной является возможность видеть Аллах субхану ва-тааля об этом говорит также иман абдуллах абдурахман абдурахман дареми сунан он говорит глава такая назвал он ее глава о видении господа всевышнего во сне после чего приводит этот хадис который с вами изучаем хадис о их тисам аль-маля-илля об обсуждении которое было среди высшего сумма где сказано раэй-тураби фи ахсани сура и видел господа моего в наилучшем облике на лучшем образе чем сантиме рахмала таля книгу него я с байанта бисер джамия да он говорит что человек может увидеть своего господа во сне лас у нас обращается к нему ли он обращается классу может обращаться к вас мата во сне и это истина в отношении руля в отношении сновидения то есть это может быть такое но говорит он нельзя иметь такое убеждение что видел самого аллах субханава тааля понятно или нет то есть нельзя иметь такое убеждение что сам аллах субханава тааля он подобен тому что видел человек во сне говорит он и вообще потому что все другие вещи во сне не обязательно они должны быть подобными этим вещам на самом деле такие то есть тому какие эти вещи на самом деле правильно мы с вами говорили эта вещь может быть она вообще-то в жизни такая но во сне человек видит или что по-другому даже даже другие вещи не говоря уже об аллах субханава тааля поэтому нельзя иметь убеждение что то что видишь во сне образ который тебе показывается что это сам аллах субханава тааля что он подобен этому почему потому что нет ничего подобного ему лейся комиссии щей нет ничего подобного ему вагуа всемир басыр он слышащий видящий но говорит он человек сам тремя разъясняет этот вопрос обязательно сура то есть образ который он видит соответствует убеждению человека в отношении своего господа то есть каков иман человека какая акида человека то что увидит соответствует этом хорошо то есть то что увидел из каких-то образов то что он слышит из каких-то речей она соответствует этому если его иман высокий если его иман крепкий правильный человек его убеждения то же него смотря правильные соответственно бывает что и образ который он видит а иначе бывает наоборот поэтому пророк али сарату сарам образ который он видел это что было наилучший образ наилучший облик которые некоторые улема говорят некоторые шейхи это подчеркнуть имеют смотрите это еще один тонкий момент что если раб видит своего господа во сне да в каком-то облике то вот этот облик этот образ сура этот образ он и является хиджабом во сне хиджабом то есть завесой между ним и его господом он не видит самого аллах субханава то ли он видит какой-то образ он что-то видит может свет видит может еще что-то видит хорошо вот этот образ он есть что хиджаб он есть завеса между человеком спящим на видящим этот сон и его господом и говоришь и сам теме я и праведные люди они да видят своего господа этого так было это ли неизвестно и видят своего господа во сне и он обращается к ним и ягод не думаю что разумно чай будет это отрицать гащи с нами теме рахмала вот аля потом он говорит мазьмуль фатау тоже такое высказывание у него есть он говорит кто видит увидел аллаха аззава джалла во сне то он видит в каком-то образе в зависимости от состояния видящего если это праведный человек то тогда он видит неких хорошие образы поэтому пророк али саратов срам он увидел аллах субхан таракак фи ахсани сура в самом лучшем образе поэтому и так что мы заключим с вами видение ласпады во сне возможно возможно верующий может увидеть как иметь и говорит об этом во сне каких-то образах соответствии с чем со своим иманом соответствии со своей убежденностью давайте поскольку вопрос все-таки редко обсуждаем верно сейчас мы просто садис затронули поэтому этот вопрос тоже встал перед нами чтобы как бы у нас так уложилось это все понимание этого вопроса потому что для многих это непонятные или даже ввергающих какие-то колебания вопрос да если человек видит во сне аллах субхан тарак в этом нет нет проблемы кто-то скажет нельзя ловить это мире а чеки не видит его глазами и не видит в этом мире видит видит что видит сновиди видит сновидение видит просто некие образы потому что как мы сказали человек даже вещи которые не имеют форму на самом деле может видеть во сне имеющую какую-то форму да или вещи которые имеют форму может имеешь иметь во сне другую какую-то форму то есть то что видеть человек не подобно тому как это есть на самом деле на чем понимает что он видит правильно то есть сновидение это некий массаж то есть некая притча которую показывают ангелы по приказу аллах патрон человеку и человек понимает что трактует потом сон да у чего которого есть знание понимает трактует это видел то-то-то вот это вот указание на моё деяние может быть дел чек например какой-то там прекрасного человека во сне до сияющим лицом и там как-то понял что может быть это его деяние или наоборот он что то есть это некий масса некий притчи которые ангелы показывают человеку во сне человек понимает что он видел что-то в этом есть указание на нечто чем он вас рано талии вас просили об этом вопрос видения ласов антали во сне он ответил он говорит через антиме рахмалата аля и другие ученые говорю что можно добывать такое что человек видит своего господа во сне но говорит то что он видел валяки никуда мара гуляйся воль хаки и а но то что он видел во сне это не есть на самом деле аллах субханава тааля почему потому что аллах ничто на него не похоже лейсака миссли еще и вовсе мир он басыр нет ничего подобного ему и он слышащий видящие ничто из творений не похоже на него но может человек увидит что господь его говорит ему что-то но чтобы он не увидел и сур то есть из каких-то образов солейся и аллах это не аллах говорит чехи бамбас потому что аллах субханава тааля на него ничто не похоже нет подобного ему нет равного ему нет соответственно ему многие люди утверждают что они видели аллах субханава тааля отношение к этому гочеву сам тимея разное может быть в зависимости от того кто это видел и как чехи сам тимея говорит да то есть видение людьми аллах может быть разным в зависимости от состояния человека в зависимости от их праведности в зависимости от их богобояденности иногда и это очень важно мы должны это подчеркнуть представляется некоторым людям что якобы они видели своего господа во сне но это не так вообще на самом деле может которое сидеть на видеть аллах субханава таалява не самого конечно да и не его истинный облик лосу она greater но что какие-то образы из-за чего понимать что любиталась Gilbert действительно можешь как видел областа во сне но зачастую бывает так что вообще чек видит чтоû то во сне думать что Он видел Аллаха, но это вообще не Аллах, а это шейфан. Представляется человеку и внушает ему, что он его Господь, как это передано. В частности, в истории, которая случилась с Абдир Кадир Джайляни, что он увидел кого-то сидящего на троне. Трон этот был поверх воды, на воде, и сказал сидящий на этом троне, который был на воде, «Я твой Господь». «Я твой Господь, и я снимаю с тебя религиозные обязанности». Все, можешь теперь не совершать ничего из религиозных обязанностей. Абдир Кадир сказал, «Ихса я алю в Аллах, ласта рабби». «Замолчи, о враг Аллах, ты никакой не мой Господь вообще». Почему? Потому что не может быть такого, что с мукеллафа, с человеком, который обязан выполнять обязанности, в этом мире снимаются шариатские обязанности. Ясно, что это сатана, это дьявол, который показывается человеку во сне и лжет. Многое, чем тебе может быть, что у пророков, у некоторых праведников, они действительно видят Аллах, но это что? Это сновидение, которое не означает, что уподобление Аллаху Субхану до творения. То есть, в таком виде, что это не подобно Аллаху Субхану ва Тааля. Как в хадисе Муаза говорит он. Но если он что-то видит, и ему приказывается то, что противоречит шариату, то это как раз указание на что? Признак того, что значит он видит, увидел не своего Господа, увидел Шейфана. Например, говорит, все, можешь теперь намаз не совершать, я снимаю с тебя обязанность делать намаз. Все, можешь не делать это. Закат, можешь не платить, закат тебе. Рамадан, все. Ты можешь уже не пастить за месяц Рамадан. Можешь не относиться благочестиво к родителям, тоже снимается с тебя. Беру-два ли день. Или проблем нет, если ты будешь заниматься рыбой, будешь заниматься ростовщичеством, процентами ростовщическими. Тоже проблем нет. И так далее. Все это признаки того, что человек видел кого? Видел. Шейтана, а не своего Господа. Зачем, шейха Русамин Рахмала Тааля, тоже ему задали этот вопрос. Он говорит, видение Аллаха Субхану Тааля во сне, в этом мире, конечно, потому что в Ахирах, говорит, он вообще нет сна, чтобы сказать, что в Ахирах кто-то он видит во сне. Да, в этом мире идет во сне. Да, говорит, он есть хадис по этому поводу, по поводу обсуждения высшего сонма. Тот хадис, который мы с вами сейчас изучаем. Да. Я, говорит, он не знаю в отношении кого-то другого, кроме Проколи Саратусаром, это подтверждается или нет, но передается, упоминается, что якобы имам Ахмад, да, что он видел во сне Аллаха Субхану Тааля. Есть некоторые сообщения. И говорит, он упоминает, что человек может видеть своего Господа во сне, что Аллах Субхану Тааля приводит человеку некий масларь, то есть некую притчу, некий образ, некую притчу. Так что человек понимает, что он видел Аллах Субхану Тааля, и благодаря этому это как бы способствует, что человек крепче начинает держаться за религию. То есть видит какое-то благое такое сновидение. И это оказывается ему подспорьем, в чем? В том, чтобы крепче схватиться за свою религию. Дальше Чейджибрин тоже на этот вопрос, он освещает его, кратко мы скажем. Он говорит, что вот это вот сновидение, это просто некий образ, да, несамоделищный. То есть это человек не видит самого Аллаха Субхану Тааля. То, что он видит, это никакое не подобие Аллаха Субхану Тааля. Просто ему что-то представляется во сне, из-за чего он понимает, что видел Аллаха Субхану Тааля. Но это не означает, что сам Господь, он подобен тому, что он видел. То же самое передается разъяснение подобного рода от некоторых ученых. Но здесь важно подчеркнуть, мы с вами подчеркнули еще раз обратим на это внимание, что в этом вопросе недопустимо излишество, и недопустимо открывать широкую дверь. Почему? Потому что, пользуясь этим, многие заблудшие начнут рассказывать свой вздор. Там последователи суфизма, их шейхи начнут что-то там нам рассказывать, какие-то сказки. Вот вчера, говорит, видел Господа я во сне, сидел с ним, разговаривал с ним, обсуждали мы с ним что-то еще. Как они это делают? Начинают рассказывать всякий бред, всякий вздор. Поэтому, конечно, эта дверь ее нужно что держать? Закрыта, не открывать ее вот так вот широко. Почему? Потому что это может привести к таким заблуждением, открытие дверей для последователей суфизма. Они начнут говорить, что там, я видел во сне Аллаха, и Аллах сказал, теперь это не надо, теперь надо так, и так далее. Поэтому эту дверь надо закрыть. И еще, с какой стороны? Что это может привести к тому, что люди начнут уподоблять Аллаха Субхан-Су-Люа творением. Человек будет видеть что-то, говорит, вот Аллах оказывается такой. Это приведет к такому явлению как? К такому заблуждению как? Тамсиль. То есть уподобление Аллаха творением. и это может привести к какой-то путанице нарушением в априде вероубеждение людей